Продолжаем, друзья, нашу программу. Как и обещали мы, свои обещания все выполняем и сдерживаем. С нами в этом часе губернатор Тульской области Владимир Сергеевич Груздев. Доброе утро, Владимир Сергеевич. Доброе утро. 5533-200 это наш смс-портал. Можете сюда присылать свои вопросы, пожелания, замечания. А Владимир Сергеевич у нас вот по какому поводу. Мы все помним недавно состоявшийся в Кремле госсовет Российской Федерации, посвященный проблемам малого и среднего бизнеса. Владимир Сергеевич один из тех людей, который эту тему ведет, занимается ей непосредственно. По итогам госсовета было поручено Владимир Сергеевичу проблемами уже конкретно заняться. В частности, уже есть конкретные указы, поручения, как это правильно называется, поручения, да. Перечень поручений президента. Да, перечень поручений. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вот самые, наверное, главные пункты, на которые стоило бы обратить внимание, из чего следует начать. Ну, прежде всего, спасибо за то, что вы вообще касаетесь этой темы, потому что основная задача – это как раз привлечь внимание активных жителей нашей страны к тому, что власть, общество заинтересовано в развитии предпринимательства. Что мы сегодня имеем на сегодняшний день, когда говорим о микро-, малом и среднем бизнесе? В Российской Федерации зарегистрировано 8 миллионов предприятий. Полтора миллиона предприятий, ну, это примерная цифра, это те предприятия, которые либо сдают нулевой баланс, либо просто балансов не сдают, то есть спящие предприятия. Оставшиеся 6,5 миллионов, они разделены следующим образом. 5 миллионов предприятий – это индивидуальные предприниматели, микро-, малые предприятия. Так вот, вклад этих 5 миллионов предприятий в ВВП России составляет 21%. Занято в этих предприятиях 18 миллионов человек. То есть каждый четвертый трудоспособный житель нашей страны, он сегодня работает на предприятиях микро- или малого бизнеса. А вот вклад в консолидированный бюджет Российской Федерации – всего 300 миллиардов рублей. Если быть точным, 312 миллиардов рублей – это меньше 2%, потому что консолидированный бюджет Российской Федерации, который включает федеральный, региональный и местный бюджет, составляет около 24 триллионов рублей. То есть мы понимаем, что, конечно, микро- и малый бизнес на сегодняшний день у нас находится в таком зачаточном состоянии, и в основном они существуют в тех сферах, которыми мы сталкиваемся с вами каждый день – это сферы торговли, услуг. И очень мало предприятий, которые работают в сфере промышленности, в сфере производства. Поэтому основная задача была Государственного Совета, вообще мы, конечно, когда за неё брались, мы считали, что эта задача, знаете, сравнима с миссией и невыполнима. Почему? Потому что скрестить уже свежом очень сложно. Интересы предпринимателей, муниципалитетов, регионов и федераций совместить в единый документ, который устроил бы всех, очень-очень непросто. Потому что те меры государственной поддержки, которые мы предлагаем, они, конечно, должны делаться за счёт, за чьи-то счёт. В большей степени это делается за счёт местных и региональных бюджетов, потому что как раз предприятия микро и малого бизнеса должны быть основой развития муниципалитетов и пополнения их казны. Уверен, что мы с этой задачей справились. Почему я могу так сказать? Ну, во-первых, если вы посмотрите на перечень поручений президента Владимира Путина, он на пяти страницах, это действительно один из самых больших перечней поручений. При этом он, перечень, думаю, что только начальный. Те документы, тот доклад, который был подготовлен рабочей группой Государственного Совета, он как раз такая, знаете, открытая книга, настольная. Её можно, все предложения, которые ещё, скажем, не использованы, их можно будет применять в любой другой момент, тогда, когда для этого появится необходимость или политическая воля. Поэтому основная задача, конечно, это привлечение внимания к этой проблеме и вовлечь наших с вами жителей, активных жителей, которые хотели бы заняться и начать своё малое дело. Вы упомянули о том, что предприятия малого бизнеса у нас в России, это, как правило, торговля и услуги. И между тем мы знаем, что в мире есть практика такая, которая состоит в том, что крупные компании осуществляют свою деятельность посредством формирования вокруг себя большого количества малых предприятий. Мы можем здесь привести в пример «Сименс», «Боинг» и так далее и тому подобное. То есть это те малые и средние предприятия, которые работают вокруг каких-то больших, серьёзных инопроизводств. Совершенно верно. А то, чего в России де-факто у нас сейчас практически отсутствует... Есть, но очень небольшой объём. И, конечно, когда мы говорим о сфере услуг, конечно, сфера услуг, она однозначно должна быть малый и средний бизнес. Хотя в той же торговле, вы знаете, что очень много сейчас сетевых компаний, которые достаточно активно развиваются. А вот если говорить о промышленных предприятиях, вы правильно упомянули, например, «Сименс». Это 62 тысячи малых и средних предприятий. Сама компания «Сименс» – это такая зонтичный бренд, основная его задача – это разработка новой технологии, соответственно. Второе – это создание условий для кооперации всех производителей. Третье – финансирование. Четвёртое – это возможность привлечения капитала через институты публичной компании. А вот на кооперации, на субподряде работает действительно большое количество малых и средних предприятий. И вот как раз одна из задач, которая стоит, и она указана в том числе в перечне поручений, это допуск малых и средних предприятий при распределении государственного, муниципального заказа, а также заказа государственных корпораций. Вот могу привести пример. По Тульской области в прошлом году у нас на прошлый год была задача не менее 15% обеспечить допуск малых и средних предприятий при проведении торгов для муниципального и государственного заказа. Мы смогли выполнить больше, обеспечили 25%. На этот год мы планируем до 40% увеличить. А вот наши крупные госкорпорации, они практически малые и средние предприятия не имеют допуска при торгах для целей обеспечения нашей госкорпорацией. И это, кстати, одно из поручений, которое содержится в перечне. Почему раньше не получалось допустить малые и средние предприятия к госзакупкам? И что помогло эту задачу осуществить? Вот ваш опыт, который можно было бы переложить, в общем-то, на всю страну. Ну, в самом начале, конечно, это еще мы пока задачу не осуществили. Я более того хочу сказать, что рабочая группа Государственного Совета завершит свою работу только после того, как весь перечень поручений президента Владимира Путина будет исполнен. То есть наша работа на этом не заканчивается. У нас есть в том числе контрольные функции, в соответствии с которыми мы будем информировать президента о выполнении тех поручений, которые им даны по итогам Государственного Совета. Вообще Государственный Совет, как консультативный орган, он создан 15 лет назад, и несколько было подходов, попыток проведения госсовета по развитию малого и среднего бизнеса. Ну, с учетом той непростой гаммы интересов, о которой я уже говорил, муниципалитетов, регионов, предпринимателей, федерации, не получалось его провести. Вот в этот раз, уверен, получилось, и могу сказать, что мы привлекли большое количество предпринимателей, 18 тысяч предпринимателей дали нам свои предложения, и 350 предложений вошли в итоговый доклад Государственного Совета. Ну, действительно было масштабное мероприятие, оно впечатлило и губернаторы, и руководители фракций, и представители бизнес-сообщества, и омбудсмены соответствующие, профильные. Говорились очень правильные слова. Видим, что перечень поручений уже тоже дан. А когда можно ожидать первых результатов? Ну, давайте начнем, пункт номер один, это создание единого органа государственной поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса. Акционерное некое общество? Ну да, в форме, это форма акционерного общества, которое объединит в себя на сегодняшний день банк малого и среднего предпринимательства, поддержки малого и среднего бизнеса, а также агентство кредитных гарантий. И это позволит консолидировать достаточно существенно тот объем средств, которые выделяются государством, для целей обеспечения. Самая главная, основная проблема, которую на сегодняшний день задают предприниматели, прежде всего малый бизнес, это вопрос стоимости срока получения кредитных ресурсов. То есть вопрос цены и вопрос, на какой срок мы можем получить. Поэтому консолидация вот этих вот решений, указ президента, который должен выйти в ближайшее время о реформировании этих двух институтов, позволит создать единый орган. Но это тоже понятно, что это один из таких практических шагов. Дальше у этого органа появляется дополнительная задача, реестр всех малых предприятий. Ведь в чем смысл? Очень важно, мы с вами видим только часто верхушку айсберга, верхушку проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. То есть это проблема, скажем, налогообложения, кредитных ресурсов, ставок, сроков по кредитам, административные барьеры. А есть еще ведь очень много около так называемых бизнесовых расходов, которые предприниматели вынуждены себе нести. Это и вопросы сертификации, вопросы всевозможных стандартизаций и так далее, и так далее, и так далее. Вот задача этого института, в том числе, сформировать единый реестр всех предприятий малого и среднего бизнеса с обозначением перечня тех проблем, с которыми эти предприятия сталкиваются, для того, чтобы государство могло быстро достаточно реагировать. Но вы, говоря об этом институте, упомянули инвестиции, кредиты. Вот более простым языком для граждан, чтобы было понятнее, будет ли этот институт решать проблемы получения каких-то субсидий со стороны государства, кредитов. Прямо конкретика. Увеличение в перечнем поручении. Увеличение до 3 миллионов рублей предельной суммы займа предоставления микрофинансовой организации субъектам малого и среднего предпринимательства. Сегодня миллион. Ставка, по которой предоставляется, вот у нас ставка в Тульской области, это 8,5%. Но здесь нужно подготовить бизнес-планы и так далее, и так далее. То есть это тоже определенный процесс. Поэтому вот задача института, это не только просто предоставить деньги. Самое важное, это найти не сам механизм даже, а больше найти модель. Вот когда модель будет найдена, соответственно, будет реализовываться и вот эта задача. Кроме этого, в перечне поручения президента сказано о том, что правительство должно подготовить предложение по увеличению порогов налогообложения, порогов выручки, при котором предприятия могут уходить на спецрежимы. Ну, прежде всего, сказать, на упрощенку, либо работать по патенту. Сегодня этот спецрежим там составляет чуть больше 60 миллионов рублей. Вот задача правительства найти вот это пороговое значение. Мы рекомендовали при подготовке Госсовета 120 миллионов. Почему 120? Потому что, когда впервые была введена упрощенка в 2007 году, с этого момента инфляция составила больше 95%. Поэтому было бы правильно удвоить. Но у правительства, скажем, может быть свой взгляд на мир. Почему? Потому что правительство у нас является высшим органом государственной власти, исполнительным органом государственной власти. Поэтому ответственное за формирование бюджетов, доходов и так далее. Сегодня то, что мы видим, мы видим, что результаты деятельности экономического блока по, скажем, развитию малого бизнеса, они, ну, скажем таки, менее чем удовлетворительны. Ну, потому что очень маленький вклад в ВВП страны. И на самом деле, конечно, занятость мы должны увеличить, в моем понимании, как минимум в два раза. Литературно выражаясь, менее чем удовлетворительны. Ну, менее чем удовлетворительны, да. Поэтому наш государственный совет является консультативным политическим органом, и президент дает в перечне поручения, там посмотрите, кто ответственный, большинство пунктов это правительство и губернаторы регионов. То есть это те руководители, которые отвечают за, которые являются руководителями органов исполнительной власти. То есть те лица, в руках которых находятся как раз прежде всего институты принятия решения и институты поддержки малого бизнеса. Почему для нас, для губернаторов это важно? Потому что чем больше мы людей вовлечем в бизнес, чем больше мы расширим налогооблагаемую базу, тем больше налогов получат регионы и муниципалитеты. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, тот объем полномочий, который есть у муниципалитетов и у губерний, он не подкреплен финансово. Интересное поручение. Звучит так. Дано правительству Российской Федерации, Генпрокуратуре, Следственному комитету принять меры по исполнению постановления Конституционного суда РФ, снизив санкции, предусмотренные Уголовным кодексом РФ. Что это за санкции? То есть имеются в виду санкции в отношении частных предпринимателей, которым они могут подвергнуться в результате своей деятельности? Да, два года назад Государственная Дума приняла закон, соответственно, с которым установила, ввела новый состав, это мошенничество в предпринимательской деятельности. Почему Государственная Дума пошла на принятие этого решения? Вообще любая предпринимательская деятельность, она предполагает получение прибыли, излечения дохода. Поэтому кто-то зарабатывает больше, кто-то зарабатывает меньше. Часто споры, которые носят гражданско-правовой характер, предприниматели пытались выносить в уголовную правовую сферу, и, соответственно, от этого очень сильно страдали сами предприятия, рейдерские захваты. И вот если мы посмотрим на практику, то 90% предприятий, руководителей которых были привлечены к уголовной ответственности, эти предприятия прекращались в свое существование. Что для нас, как для государства, ну вообще недопустимо. Нам очень важно, чтобы любой человек, который совершил уголовное деяние, обязательно должен быть привлечен к уголовной ответственности. Так называемый принцип неотвратимости наказания, он должен работать всегда. Так вот, Государственная Дума установила, ввела новую статью 159.4, в соответствии с которой максимальный срок наказания по мошенничеству в сфере предпринимательства составлял не более 5 лет лишения свободы. А стандартная статья 159, часть 4, которая предусматривает срок наказания в виде лишения свободы до 10 лет, соответственно, вступила в коллизию с этим, со статьей 159.4. И у Конституционного суда была единственная, так сказать, возможность, юридическая правильная возможность, соответственно, признать эту статью неконституционной и отменить ее действие. По-моему, она прекращает свое действие, по-моему, с 1 июня. Там 6 месяцев дано Государственной Думе на исправление ситуации. Поэтому, с учетом того, что есть положительная практика применения статьи мошенничества в сфере предпринимательства, и статистика показывает о том, что люди привлечены к уголовной ответственности, понесли наказание, но при этом были сохранены предприятия и рабочие места, и в основном это более мягкое наказание, потому что, ну, все равно, знаете, вот где предпринимательская выгода, а где вот все-таки умысел, это очень тонкий момент, его, ну, достаточно непросто выявить и доказать. Соответственно, появилось вот это поручение, в соответствии с которым предполагается пересмотреть, прежде всего, меры наказания, и, второе, увеличить пороги, при которых наказание считается тяжким и особо тяжким. Увеличение порогового размера ущерба, который является основанием для возбуждения уголовного дела. А вот сейчас этот пороговый размер, он на какой цифру представляет? Вот для тяжкого состава это полтора миллиона рублей, а особо тяжкий, по-моему, шесть миллионов рублей. Но, слушайте, для предприятий, которые имеют сотни, миллиардные заказы, миллиардные контракты, конечно, там, пороговый ущерб полтора миллиона рублей, он совершенно небольшой. И должно быть четкое все-таки разграничение между мошенничеством в предпринимательской сфере, еще раз говорю, потому что грань, она очень тонкая здесь, между извлечением прибыли и мошенничеством. И, соответственно, мошенничеством в бюджетной сфере, с государственными деньгами. Это совершенно разные вещи. Там предприниматели, они создают какой-то добавочный капитал, там могут возникать споры и так далее. Все, что касается государственных денег, здесь наказание должно быть максимально жестким. Ну и понятно, что это не к нашей теме беседы, но неоднократно у нас в последнее время, особенно в связи с делом Сердюкова-Васильева, вставал вопрос, когда же у нас будет принят закон о конфискации, если уж речь идет о хищении бюджетных средств. У нас закон о конфискации есть, статья о конфискации есть. Здесь ничего нового не нужно придумывать. Статья о конфискации, она действует, просто должно быть четкое понятие. Конфискация как мера наказания, как дополнительная мера наказания, либо конфискация незаконно нажитого. Незаконно нажитого у нас сегодня можно изъять, все. Но нужно в рамках суда следователь подает ходатайство, где доказывает, что то-то, то-то имущество было приобретено незаконно. Кстати, сегодня доказывать это становится гораздо легче, потому что все декларации чиновников, они сегодня предусматривают не только декларации о доходах, но и в том числе декларации о расходах, в том случае, если расходы превышают трехлетний годовой доход чиновника. Ну, вы же знаете, что у нас большинство чиновников, в общем, люди небогатые, поэтому приобретение крупных покупок, как дорогих автомобилей, квартир, дач, домов и так далее, то всегда это должно попадать под контроль за расходами. Интересно тогда, почему эта статья так редко применяется, потому что мы постоянно слышим историю о том, как посидел, денежки остались, вышел, живешь припеваючи. Нет, она, эта статья, применяется, но просто здесь нужна хорошая квалификация следователя. И следователь должен очень четко сфокусироваться на доказывании, что нажито незаконно, а что является законополученным имуществом. Поэтому мы же с вами не хотим сформировать, там, как бы, пул таких бомжей, да, условно говоря. Нет, мы хотим построить... И принцип неотвратимости наказания и принцип справедливости наказания, это два базовых принципа, конечно, уголовного права. С этим не поспоришь. Контрольно-кассовая техника, чеки в интернет-магазинах, вот это очень большой вопрос, вокруг которого было очень много дискуссий в свое время, они продолжаются, сложно работать, особенно со всем каким-то маленьким предприятием, магазином, не разрешали работать без кассового аппарата. Возник вопрос о необходимости введения в законодательное поле таких вещей, как мобильное устройство и так далее и тому подобное. Вот как-то с этим что-то будет происходить в ближайшее время? Ну, если это четко включено в перечень поручений, более того, я могу сказать, что сегодня Сбербанк России, у него подготовлена, разработана платформа, как раз по которой любой прием платежей в безналичной форме, либо с использованием мобильных устройств, они могут, эта платформа позволяет также обеспечить весь контроль за расходом, то есть выдать тот же фискальный чек, ну, в электронном виде. То есть здесь как раз это тоже одна из мер, которые направлены на облегчение расходной части наших предпринимателей. Ну, каждый кассовый аппарат, который должен обеспечивать выдачу фискального чека и, соответственно, архивирование этой информации, он стоит там около тысячи долларов. Поэтому если у предпринимателя 3, 4, 5 таких аппаратов, соответственно, их еще нужно обслуживать, покупать дополнительные устройства, то это тоже существенные расходы. И это вот одно из предложений, которое направлено на снижение таких вот, ну, сбоку административных нагрузок, которые при сегодняшнем развитии технологий позволяют уменьшить расходную часть предпринимателей, но при этом сохранить контрольную функцию государства. Нам на СМС-портал, конечно, пишут много сообщений. Ухудшение ситуации в экономике методом администрирования продолжается, пишут на МОЗ Мормонской области. Только по принятым уже в этом году законам информация, предоставляемая в инспекции, возрастает в тысячи раз. Все это распространяется и на малый бизнес. Да, я полностью согласен здесь вот с этим заявлением. И предприниматели, второе, вот первое по востребованности, это кредиты, доступ к кредитным ресурсам. А второй вопрос по востребованности, это то, что наши предприниматели просят, вот оставьте хотя бы все как есть на три года, да, то есть имеется в виду налоги, всевозможные вот формы отчетности и так далее. Не трогайте три года, дайте спокойно по три года поработать, а потом давайте посмотрим, что нужно улучшить с точки зрения администрирования. Хотя могу сказать, что Федеральная налоговая служба и ее руководитель Мишустин очень многое сделают для того, чтобы предпринимателю, общение предпринимателя с налоговым инспектором сводилось к минимуму. Посмотрите, личный кабинет не только физического лица, и индивидуального предпринимателя. И малые предприятия сегодня имеют возможность заполнять свою отчетность, давать в электронном виде посредством личного кабинета. Но тут надо четко разделять, конечно, потому что и к Мишустину, к налоговой службе вообще вопросов в последнее время нет, много даже хвалят. Они четко исполняют то, что им предписано исполнять. Они очень большой прорыв, вот я вам честно скажу, большой прорыв сделали, и там есть чему поучиться. С нами в студии Владимир Сергеевич Груздев, губернатор Тульской области, который ведет, в свою очередь, тему малого-среднего бизнеса. По итогам госсовета на эту тему им был получен перечень поручений к исполнению. Мы продолжим эту беседу сразу после новостей. 5533-200, это наш СМС-портал, можете присылать свои сообщения. Мы продолжаем беседу с губернатором Тульской области Владимиром Груздевым. Вам сообщения разного характера присылают на портал, но в том числе и такие я не могу обойти, потому что просьба была с самого утра, на самом деле, когда узнали, что вы придете в гости. Когда у вас будет Владимир Сергеевич Груздев, не могу не написать, буду, ну, неважно. Значит, передайте ему следующее. Благодарность за поддержку маленького Матвея, обгоревшего в роддоме Тулы. Эта тема не забыта, все следят за судьбой Матвея, но там уже дальше просят вмешаться, чтобы малыша в семью передать, уже средства массовой информации, так что люди выражают благодарность. Да, мы действительно, к сожалению, у нас был этот несчастный случай, и мама малыша все-таки отказалась от него, и малыш, конечно, очень маленький и с одной стороны, но при этом очень мужественный. Вот, конечно, столько испытаний, сколько он перенес, сколько ему еще предстоит испытаний перенести, конечно, вот, действительно, когда вот, говоришь, мужественные, вот, мужественная малыша, действительно, вот так, хотя вроде бы это взаимоисключающие вещи, да, вот, ребенку 4-5 месяцев, вот, он борется за свою жизнь, молодец, конечно. Ну, дай Бог, чтобы все сложалось благополучным образом. Из Нижегородской области пишут, вы меня извините, в эфире говорят одно, а в Нижегородской области арендную ставку на землю увеличили в 5 раз. Да, вот это, кстати, очень важный момент, которым тоже есть, он отражен в перечне поручений президента, где, это проблема не только Нижегородской области, действительно, во многих регионах введена ставка, взымание ставки земельного налога, либо, соответственно, аренда земли, исходя из кадастровой стоимости земельного участка, а также кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества. И вот президент неоднократно обращал на это внимание, что в некоторых регионах ставки выросли в десятки раз. Действительно, такое было. Там есть и ошибки, есть недочеты, но то, что действительно людей это беспокоит, это факт. Вот президент в перечне своих поручений говорит о том, чтобы региональные власти обратили на это особое внимание и дает возможность введения дополнительных льгот для тех предприятий микро-малого бизнеса, которые используют, либо арендуют, либо имеют собственность подобного рода земельные участки и имущества. Еще один очень важный момент, который отражен в перечне поручений, он касается жителей, ну, вообще он касается очень большого количества людей, это возможность для самозанятых людей получения патента и введения предпринимательской деятельности по патенту без регистрации индивидуальным предпринимателям. По нашей оценке, около трех миллионов человек, это те лица, которые являются самозанятыми, но при этом не зарегистрированные, они как индивидуальные предприниматели, и, соответственно, не выплачивают никаких либо налогов, потому что нет такой процедуры. Это вот касается, кстати, многих москвичей, потому что в Москве многие люди сдают квартиры, например, в наим, и некоторые из них идут и регистрируются как индивидуальные предприниматели, покупают патенты и, соответственно, уплачивают налоги по патенту, а многие сдают просто, не платя никаких налогов, потому что не хотят регистрироваться, ну и так далее. Вот эти все процедуры, знаете, отчитываться перед налоговыми инспекторами, ходить туда. Поэтому вот мы предлагаем для таких людей как раз вести процедуру патентов. Пришел, купил патент, хочешь на месяц, хочешь на три месяца, хочешь на год. Вот заплатил и, что называется, спишь спокойно. Ну, понятно, в общем, опасения наших людей, потому что уже научены не одним горьким опытом, как это бывает с государством, как коготок попал, птичка увязла у нас, это называется в народе. У меня тоже такой вот один из случаев в рамках подготовки к госсовету был. Как раз один из знакомых сдаёт квартиру. И вот купил, зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, купил патент, оплачивает все налоги, его приглашают в налоговую инспекцию. И инспектор спрашивает, а почему вы так дорого сдаёте квартиру? Он говорит, ну как, вот есть рыночная цена, сдаю по этой цене. Вот у меня человек, который... А почему он у вас арендует так дорого? Ведь он мог бы взять уже ипотечный кредит и так далее. То есть, в принципе, инспектор, который вообще не должен этому человеку вообще никаких вопросов задавать, потому что у него есть патент, он заплатил по патенту там 450 тысяч рублей в год, и что называется, к нему вообще близко никто не должен подходить. Начинает задать ему вопрос, а почему у вас арендует? А почему так дорого арендует? Это вот как раз тот административный, излишний административный навес, который есть. Я Мишустину об этом случае рассказывал, он, конечно, смеялся очень долго, но человеческий фактор, к сожалению, есть везде. Но он, тем не менее, регулируется жесткими дисциплинарными мерами. Регулируется, да. Но, понимаете, вопрос же в чем? Вопрос в том, что основная наша задача как раз вот по итогу Государственного совета это выпустить необходимый и исчерпывающий перечень документов, которые будут давать конкретный финальный результат. Ведь, понимаете, если вы посмотрите, в любом учебнике, там, менеджментное управление, всегда сказано, должны быть обозначены сроки и количественные показатели, которые должны достигнуть. Если эти сроки и количественные показатели не указаны, то поручение, соответственно, оно безграничное и бессрочно. А вот если сроки и количественные показатели, то, соответственно, при наступлении этих сроков показатели должны быть получены. Поэтому мы предлагали унести такой показатель, как увеличение численности людей, занятых в предприятиях малого и среднего бизнеса, с 18 миллионов, как минимум до 35, то есть рост в два раза за 6 лет, к окончанию 2020 года. Мне кажется, такие задачи, они очень важны. У себя в Тульской области мы чётко расписываем те вот количественные показатели по всем муниципалитетам, причём мы делаем это не только в рамках территориального формата, но в том числе и в рамках отраслевого. Потому что у нас есть муниципалитеты сельские, есть промышленные муниципалитеты. Для каждого муниципалитета мы формируем свою задачу. И то, что задачу, которую буду ставить перед главами муниципальных образований, это достижение этих целевых показателей в определённые сроки. Мы у себя в Тульской области попробуем за 6 лет в два раза увеличить количество малых людей, занятых в малом и среднем предпринимательстве. Ну, мы через 6 лет вас ждём у себя в эфире, но надеемся, что ещё и раньше встретимся. Проверите, проверите. Патент для самозанятых людей – это очень интересная история. И мне кажется, она нуждается в пояснении. Почему? Надо понимать, и мы понимаем, что в России нет как таковой культуры предпринимательства. 70 лет у нас это считалось неправильным, даже позорным. Ну, в общем, много десятков лет. Люди не понимают, что это такое и зачем им идти. Даже боятся. Зачем им идти получать и боятся. В том числе и ввиду той истории, которую вы только что рассказали. Народ всё-таки не дурак. Давайте поясним, зачем человеку, в принципе, идти и оформляться. Ведь, как и любые обязанности, они влекут за собой и права, в том числе и наоборот. Вот если человек зарегистрируется и начнёт платить налоги в виде платы за этот патент, то, какие выгоды он получит. Как раз вот мы и говорим о том, что не нужно регистрироваться. Нужно просто прийти в МФЦ в любом регионе и купить патент на осуществление той или иной вида деятельности на определённый срок на территории того или иного региона. То есть я неверно выразилась. Это максимально упрощённая процедура. Да вообще, то есть вам даже регистрироваться. Вот то, что мы сейчас предлагаем, это выработку инструмента, когда вам не нужно даже регистрироваться. Вот вы решили сдать свою квартиру или на дачу, допустим, на 3 месяца. Вы пришли в МФЦ в Москве, купили такой патент. Стоит там, условно говоря, 100 рублей. Заплатили 100 рублей, у вас на этот срок всё. Если к вам приходит любой проверяющий, вы говорите, вот видите, патент, всё у меня оплачено, спасибо, до свидания. И всё, вы не регистрируетесь как предприниматель. Но ваша деятельность, по сути, она является предпринимательской. И покупка патента освобождает вас от любой ответственности. А вот теперь о правах. Когда вы выполнили свою ответственность и заплатили налоги в виде патента, либо в виде, так сказать, налогов, уплаченных по упрощёнке, у вас даже появляются права. Потому что государство в лице муниципалитета, региона, федерации обязаны ваши налоги расходовать по нужде, по тем необходимым направлениям, которые есть. И у вас появляются соответствующие требования. Должны быть хорошие дороги, нормальное благоустройство, система вывоза и утилизации мусора должна работать. Ну, то есть обычные, нормальные человеческие условия. А пенсии это каким-то образом касается? В том числе, да, патент, который мы предлагаем ввести. Мы предлагаем, чтобы как раз все социальные выплаты, которые человек делает, чтобы они были внутри патента. Я более того хочу сказать, что такая практика уже есть. Ведь мы же с этого года начали выдавать патенты, в том числе для наших иностранных работников, которые работают у наших юридических лиц. Если раньше это было только для мигрантов, которые работали в личном подсобном хозяйстве, то с 1 января мы выдаём такие патенты для организаций, которые привлекают на работу иностранцев. Поэтому легализация идёт, и у нас есть позитивные результаты легализации иностранной рабочей силы. Поэтому мы предлагаем легализовать в том числе и наших с вами граждан, которые занимаются предпринимательской деятельностью, как дополнительная деятельность к основной, может быть, своей работе. – Условно говоря, заплатил налоги, спи спокойно. – А то есть некие товарищи, которые очень сильно переживают. Не дай бог ничего не скажите никаким соседям. Вы мой племянник, и у меня живёте бесплатно. – Например. – Есть такие переживающие? – Ну, здесь два аспекта, я ещё раз говорю. Первый аспект – это жадность. Ну, с жадностью мы ничего сделать не можем. Так сказать, жадность – это человек должен с ней бороться самостоятельно. А второй аспект – это упрощить процедуру. Пришёл, в течение 10 минут купил патент, внёс платежи необходимые, и всё, у тебя нет вопросов. – Но вы сказали, условно говоря, 100 рублей заплатил и пошёл, а не, условно говоря… – Ну, вот я вам конкретный пример привёл. – В Москве, я не помню, максимальный платёж – это 600 тысяч рублей в год, если вы сдаёте квартиру. Но это большие квартиры с большим объёмом выручки. А минимальный, я не помню, по-моему, от 10 тысяч до 600. Ну, минимальный, точно не помню, максимальный – 600 тысяч – это стоимость патента. – Проверки субъектов малого и среднего предпринимательства. В перечне поручений есть и такой пункт? – Да, есть такой пункт. – Что здесь предполагается? – Здесь целый комплекс мероприятий. Если мы, когда мы начинаем разбирать объём проверок, то мы с чем сталкиваемся? – Если сначала было очень много претензий к налоговой инспекции, то сегодня мы видим, что малый и средний бизнес, но предприятия малого бизнеса вообще на поверки выходят очень и очень редко. А вот что касается проверок иных, ну, таких как Госпожнадзор, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, и в том числе муниципальный контроль, здесь есть вопросы. И вот здесь мы как раз хотим создать историю, когда муниципалитет заинтересован в развитии малого бизнеса, а не в том, чтобы его, что называется, кошмарить. – Владимир Груздев, губернатор Тульской области, который ведёт тему малого и среднего бизнеса, получил перечень поручений по итогам Госсовета на эту тему. Мы продолжим беседу сразу после коротких новостей. – С нами губернатор Тульской области Владимир Груздев, 5533 Вести, это наш СМС-портал. Ну, естественно, когда губернатор приходит в эфир, разные вопросы, не только по строго обозначенной теме, но и из Тульской области вам пишут. Аня, очень прошу, напомнить губернатору его обещание отремонтировать участок дороги на границе с Липецкой областью у села Воскресенское. Спасибо. – Это в этом году как раз этот участок мы будем ремонтировать. – Отменят ли чернобыльские выплаты в Новомосковске? – На 2015 год – это действительно очень важный для Тульской области вопрос. Хочу сказать, что в Российской Федерации 1,560,000 человек получают выплаты по территориям, которые пострадали после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Вот сегодня это особенно актуально, когда леса вокруг Чернобыля горят, тема очень важная. И, видите, наше Министерство по чрезвычайным ситуациям очень жестко реагирует и смотрит за тем, какой радиоактивный фон и так далее появляется. – Из 1,560,000 человек 671,000 человек – это граждане, которые проживают на территории Тульской области. Почти 60% территории Тульской области пострадали после аварии. По численности самая загрязненная по территории Российской Федерации. По глубине заражения – это Брянская область. Там чуть больше 300 тысяч человек получают подобные выплаты, но более сильное заражение было. Как получилось так, что Тульская область оказалась в таком большом режиме заражения, вы помните, что это был 26 апреля, и ветер как раз дул в сторону Москвы, московского региона. И накануне, как раз 1 мая, было принято решение осадить радиоактивные осадки именно как раз на территории Тульской области. И вот Тула, Тульская область в очередной раз стали таким живым щитом, защищая Москву. Вот в этот раз от радиоактивного облака. А вообще, просто для понимания, что такое авария на Чернобыльской атомной электростанции, объём выброшенных радиоактивных веществ в 500 раз превышает объём радиоактивных веществ, которые были после взрыва Хиросимы и Нагасаки в 500 раз, ну, просто для понимания. И прошло 29 лет, в следующем году это 30-летний будет как раз, 30-летний... Годовщина. Ну, годовщина 30-летняя. И сейчас, в прошлом году, некоторые чиновники правительства России задались с целью сократить расходы, в том числе и на выплату чернобыльцам. Был подготовлен даже перечень поручений, в соответствии с которым из 671 тысячи чернобыльцев, которые получают льготы, проживающие на территории Тульской области, 190 тысяч человек с 1 января 2015 года должны были не получать уже эти поддержки. Но кто это? Это, прежде всего, беременные женщины. Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком. Это часть доплаты идут по пенсионерам, по детям это доплаты на питание. Ну, то есть, на самом деле, самые, что называется, такие незащищённые слои населения. Мы очень активно врубились в эту проблему, и было принято решение на 2015 год полностью сохранить выплаты, которые предусмотрены действующим законом. А это публичные обязательства Российской Федерации. На 2015 год все обязательства сохранены. Сейчас мы потребовали, чтобы было проведено публичное исследование территорий. И там есть два аспекта. Первый аспект – это снижение радиоактивной загряжнённости. А второе – в случае отмены льгот не должно ухудшиться качество жизни того человека, который получает эти выплаты. То есть, здесь должно учитываться всё – инфляция. И вот когда у человека изымут вот эти доплаты, которые он получает, какой у него средний уровень дохода останется и так далее. То есть, здесь не только вопрос загрязнённости, но это вопрос ещё накопленного медицинского ущерба и вопрос качества жизни человека. Потому что закон о чернобыльских выплатах, он подразумевает под собой не только рекультивацию заражённых территорий, выплату дополнительных средств, но и экономическое, социально-экономическое развитие этих территорий. Поэтому мы занимаемся этой темой. И знаю, что благодаря активной позиции жителей области нам удалось донести до высшего руководства страны вот эту проблематику. Сейчас она идёт в таком нормальном ключе. А от бухгалтерских подходов, когда просто отнять и поделить, мы, слава Богу, от этих бухгалтерских подходов отошли. Возвращаясь к вопросу о реализации поручений насчёт малого и среднего бизнеса, из Алтайского края уточняющий вопрос. Если я в подсобном хозяйстве развожу кроликов, что мне нужно сделать, чтобы начислялась пенсия? Вот как раз то, что мы хотим, это вопрос самозанятости. То есть, когда человек покупает патент, и внутри этого патента он платит не только налоги подоходные, ну или какие-то там взносы и сборы, но он платит в том числе и социальные выплаты, которые позволяют ему в будущем получать пенсионные права. То есть, патент даёт право на получение пенсии. Можно так перефразировать? Это то, что мы включили в перечень поручений президента Владимира Путина правительству Российской Федерации. Ещё один вопрос, опять 533 вести. С первого квартала 2015 года все предприятия обязаны сдавать в ГНИ книги покупок и продаж. Не всегда вовремя можно получить у контрагента документы, а значит попадаешь на НДС. Зачем убивать малый бизнес? Малый бизнес в основном работает на упрощённой системе и на спецрежимах, и не является плательщиком на НДС. Поэтому, если ваше предприятие работает на стандартных условиях, то есть, когда вы являетесь плательщиком НДС, то у вас эта обязанность тоже есть. Вы обязаны для того, чтобы Федерация отслеживала правильность начисления уплаты налога на добавленную стоимость, ей необходима информация, которую она смотрит. И хочу сказать, что та программа, которая сегодня в Федеральной налоговой службе разработана, она позволяет видеть НДС от производителя, от таможни, потому что у нас два типа возникновения товара. Либо он произведён, либо, соответственно, он импортирован. Поэтому сегодня софт позволяет видеть полностью весь НДС. И когда цепочка НДС уплаченного и полученного разрывается, это тоже очень всё видно. – Спрашивают, что такое МФЦ. Это многофункциональные центры, друзья. Именно там теперь можно в одном месте получить весь спектр госуслуг, насколько я понимаю. – Ну, почти. Вот у нас в Тульской области мы предоставляем более 120 типов государственных и муниципальных услуг. У нас в МФЦ можно в том числе прийти и зарегистрировать право собственности на квартиру, земельный участок, дом и так далее. То есть, и хочу сказать, что очень удобное для жителей институт, вот буквально на этой неделе я открывал 31-й многофункциональный центр у нас в области. И вот пожилая женщина, я подхожу, ну, поинтересовался, извинился, говорю, сколько лет. Она говорит, ну, у меня там 82 года. Я говорю, а вы часто бываете? Она говорит, я третий раз прихожу. Удобно, неудобно? Говорит, удобно. А какие услуги? Говорит, ну, у меня самые простые, там, от начисления социальных выплат до получения регистрационных действий, потому что что-то по наследству хотят передать. То есть, люди даже в возрасте очень комфортно получают те услуги, которые они имеют возможность оформить в многофункциональных центрах. – Чернобыльцы беременные женщины, друзья, ну, вот я тоже задалась во время ответа этим вопросом, но тот ответил для себя. Ведь в те времена же и дети были, которые попали под это действие. – Мы говорим о заражённых, есть, вот смотрите. – Которые сейчас могут вырасти, стать женщинами и быть беременными. – Это так называемый накопленный медицинский ущерб, который является частью принятия решения. То есть, это заражённая территория, накопленный медицинский ущерб и развитие, социально-экономическое развитие территорий. То есть, уровень дохода людей, которые проживают на этих территориях, после отмены льгот, если такое будет происходить, уровень не должен уменьшаться, он должен соответствовать. Если идёт уменьшение, то льгота не должна отменяться. А нужно тоже разделять, это две категории. Ликвидаторы чернобыльцы – это непосредственно те люди, которые ликвидировали аварию и получили существенный медицинский ущерб. И, скажем, те люди, которые проживают на заражённых территориях, они все по-разному заражены, разный уровень заражения и так далее. Это две немножко разные вещи. Неналоговую нагрузку уменьшают, а хотят торговать индульгенциями, лишь бы бабок срубить. Что на это можно ответить? Ну, вы знаете, медали всегда две стороны. Можно так сказать, а можно по-другому. Мне кажется, когда мы даём возможность человеку легализоваться, выйти из серости, из тени в белое пространство, в свет, и при этом чувствовать себя комфортно, вы же получаете социальные какие-то выплаты, вы получаете социальную инфраструктуру. А ведь социальная инфраструктура, она содержится на деньги и наших налогоплательщиков. Вот всё, что делается в Тульской области, всё делается благодаря налогам, которые уплачивают трудолюбивые туляки. Ещё раз, поручения, полученные вами по поводу малого и среднего бизнеса, реализации мер поддержки. Ань, правильно будет сказать, поручения, которые дал президент Российской Федерации Владимир Путин, правительству Российской Федерации и главам регионов. И Владимир Груздев, который курирует этот вопрос, у нас в студии сегодня мы этим обсуждаем, очень много было нареканий к правительству по поводу того, что долго очень составлялся сначала антикризисный план действий, потом представлялся, в общем, можно было это в значительно более сжатые сроки сделать, один момент, другой момент. Вопрос импортозамещения спустя год до сих пор стоит и до сих пор не очень понятно, как реализуется импортозамещение, к чему говорю. Есть ли какие-то временные сроки для реализации этих поручений и кто контролирует? Во всём перечне поручений есть сроки, контролируют, контролируем мы как рабочая группа Государственного Совета, а также контрольное управление президентом. Эти сроки могут быть названы? Они есть в перечне поручений, по каждому перечню. Но сложно сказать, там разные виды сроки. Нет, там 14 поручений, по каждому есть срок. И просто ещё хочу напомнить, я никогда не оцениваю деятельность своих коллег, это первое. Это неправильно оценивать деятельность своих коллег, у нас есть избиратели, они оценят. А второе, по импортозамещению готовится президиум Государственного Совета, он состоится в июне месяце, и мой коллега Артамонов готовит эти предложения, я сам тоже являюсь членом этой рабочей группы. Мы дадим очень хороший объём предложений для принятия решения. Владимир Груздев, губернатор Тульской области, был с нами сегодня в студии. Спасибо большое. Всем доброго утра, друзья. Доброго утра, друзья. Спасибо. Приятного дня. Спасибо вам.